Это Мировое влияние. Я Билли Уилсон. Мы находимся в кампусе университета Орла Робертса. Сегодня мы будем говорить со студентами университета об их поколении. Наша серия называется «Поколение Z». Этот выпуск мы назвали «Поколение Z. Поколение Духа». Я абсолютно убежден, что это новое поколение увидит большое пробуждение, которое перевернет мир для Иисуса Христа. Сила Духа Святого и зальется на них новым, невероятным образом. Его проявления невероятно удивят нас. Оставайтесь с нами, а вы услышите наш разговор со студентами университета Орла Робертса. А говорить мы будем о том, что поколение Z — это поколение Духа Святого. Добро пожаловать. Я рад, что вы сегодня с нами. Мне не терпится услышать ваш рассказ о себе, как представители поколения Z, о вашем поколении и его духовном хождении в современном мире. Как бы вы описали духовное состояние поколения Z на сегодняшний день? Мне кажется, что мы совершили некий прыжок из одного духовного опыта в другой духовный опыт. Однако мы зачастую недооцениваем силу таких простых повседневных решений, как смирение и терпение. Поколение Z ищет что-то настоящее, будь то вера, друзья или сообщество. Даже в своей семье. Чему бы они ни посвящали свой разум и сердце, они действительно ищут что-то подлинное, что-то настоящее. По сравнению с нашими родителями, которые видели пробуждение и поклонение в палатках, нынешние христиане очень от них отличаются. Мы идем в любую церковь, куда нам хотелось бы пойти. Церкви стали больше внимания уделять эстетике тому, как мы выглядим, как одеваемся. Но это не всегда означает, что ты горишь для Бога. Для них поиски Бога и возможности его найти больше похожи на приключения. Многие представители моего поколения стремятся в более крупные церкви, чтобы там их приняли. Они просто-напросто ищут принятие. Да, очевидно, что сейчас время социальной справедливости, переворота. Как вы смотрите на это? Поколение Z увлекается очень многими вещами. Однако, видя социальную несправедливость, они всегда стараются высказаться по этому поводу. Но если сегодня ты что-то сделаешь не так или скажешь то, что отличается от общепринятой точки зрения, тебя не будут слушать и, скорее всего, исключат тебя из круга общения. Проще говоря, твоя карьера будет загублена. А вот и все. В основном тебе сразу. Все, ты больше в этом не участвуешь, я больше не могу с тобой общаться. А мы продолжаем просить Бога о его благодати. Это очень интересное явление. Как вы говорите представителям своего поколения, это неправильно. Так поступать неправильно. Так думать неправильно, чтобы при этом не быть вычеркнутым из круга общения. Скажите, как это сделать? Доктор Уилсон, мне очень нравится история женщины у колодца. Иисус не должен был разговаривать с женщиной Самаринкой. Однако он подошел к ней и с уважением отнесся к тому, что она делает. Он принял ее и даже заговорил с ней. Никак с жертвой, никак с грешницей. Он смотрел на нее сердцем отца, с его любовью. Я думаю, что христианам нужно точно так же вести себя в культуре исключения, о которой мы говорим сегодня. Иисус подал прекрасный пример, и мы можем Ему следовать. Прекрасное слово. Вы великолепны. Я знал это, и сегодня вы это доказали. Спасибо за ваше участие. Мы возвращаемся на программу «Мировое влияние», чтобы поговорить о поколении Z, поколении Духа. Мы размышляли о духовном состоянии этого поколения. Я прочту вам о двух персонажах Библии, имена которых начинаются на Z. Прежде всего, ищите Бога. Он важнее ваших устоев, ваших планов и планов ваших родителей. Прежде всего, ищите Бога, потому что его план намного лучше вашего собственного плана. Сегодня мы говорим о поколении Z, самом многочисленном поколении в мире. Мы говорим об их духовном состоянии и положении. Я назвал сегодняшнее учение «Поколение Z, поколение Духа». Мэган Гудвин, доктор философии, предпринимающая свою постдокторантуру, сказала такие слова, и я с ними согласен. «Поколение Z ищет историю, в которую можно поверить. Историю несложную, ничем не приукрашенную и лишенную всяческих спецэффектов». Джеймс Уайт в своей книге «Знакомьтесь с поколением Z, понимая и достигая нового постхристианского мира», пишет, «Поколение Z — это самая влиятельная религиозная сила на Западе. И воплощение миссионерского вызова, который брошен христианской церкви». Я согласен. Я уверен, что это поколение хочет снять мишуру. Они жаждут чего-то настоящего, и они — самое важное для христианства поколение, возможно, за всю историю мира. Мир, в котором мы сегодня живем, называют постмодернистским. Абсолюты прошлых дней уже обрушились. Мы живем уже в постмодернистском мире. А что это значит? Люди верят в плюрализм, наблюдается спад влияния церкви, особенно на Западе, а также мы видим негативные изображения христианства в СМИ. Сегодня одна из самых быстро растущих религиозных групп в Америке — это никакие. Они утверждают, что не причастны ни к одному религиозному движению. В то же время христианство, быстро распространяясь в Южном полушарии, на Западе переживает период упадка и охлаждения. Оно нуждается в глубоком пробуждении и возрождении. Исследования Барна в 2018 году выявили ошеломляющую статистику. 13% подростков от 13 до 18 лет считают себя атеистами по сравнению с 6% взрослых. Только один из 11 подростков считал себя посвященным христианинам пару лет назад. Барна утверждает в своем исследовании, у поколения Z свой всеприемлющий индивидуальный взгляд на мир и свой кодекс морали. Но несмотря на то, что в ситуации с христианством на Западе, поколениям Z и их духовностью есть много негативных моментов, это поколение предназначено увидеть величайшее пробуждение в истории мира. Они — самое важное для христианства поколение, потому что оно призвано завершить поручение по мировой евангелизации. Поэтому мы видим такую двоякость. С одной стороны, отчаянное состояние, тьма, окружившая это поколение, влекущее их ко злу, порнографии и всевозможным отрицательным вещам, из-за чего многие сомневаются в Боге, отворачиваются от Него и не понимают своей принадлежности. С другой стороны, происходят удивительные вещи. Это возрождение и обновление поколения, жаждущего настоящих отношений с Иисусом Христом, силы и явления Духа Святого. Я верю, что в такой среде Бог готовит новое поколение для нового возрождения, которое полностью радикальным образом изменит мир в последующие десятилетия. Лично я верю, что среди всех этих факторов и влияние поколения Z заново откроет для себя силу Духа Святого и личность Иисуса Христа. Каждое поколение должно лично найти Бога. Помните, как Моисей стоял у горящего куста? Бог сказал ему, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором стоишь, — святая земля. Затем поднялось новое поколение. Моисей много лет был лидером Божьего народа, но затем пришло новое поколение лидеров. Его олицетворением стал Иисус Новин. Когда Иисус Новин встретился с Богом, он увидел солдата, небесного воина, предводителя небесных сил. Во время этой встречи Бог сказал Новину, — сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, — свято. Это... Надеюсь, вы поняли. Каждое поколение должно пережить собственную встречу с Богом. Для моих детей или внуков недостаточно знать, что их папа или дедушка пережил встречу с Духом Святым. Им нужна личная встреча с Духом Святым. Я верю, что Бог желает поднять новое поколение, которое переживет драматическую встречу с Духом Святым. В этой серии мы говорим о поколении Зет и о двух персонажах Библии, чьи имена начинаются на Зе. Говоря о поколении Духа, хочу рассмотреть двух героев Ветхого Завета, чьи имена начинаются на Зе. Первый из них стал лидером и строителем во времена Великого Духовного восстановления в городе Иерусалиме и пробуждения среди народа Иудеи. Его звали Заровавиль. Он вывел народ из Вавилона в Иерусалим, чтобы восстановить храм. Он был Божьим человеком, на нем была рука Бога. Он стал человеком Духа. Второй человек оказал огромное влияние на Заровавиле. Его имя тоже начинается на Зе. Это пророк Захария. Захария и Заровавиль были инструментами для воссоздания былой связи между поколениями и восстановления места обитания Бога среди его народа. Я верю, что именно такое духовное восстановление происходит сейчас в поколении Зет. Я также верю, что Заровавиль и Захария – отличные примеры того, что значит быть представителем поколения Духа. Изучая историю, которая разворачивалась в Иерусалиме, когда Заровавиль повел народ назад, на родину, из Вавилонского плена, мы видим удивительные вещи. Они начали восстанавливать храм, который за 70 лет до этого был разрушен армией Вавилона. Это был потрясающий момент. Когда было заложено каменное основание, люди плакали и рыдали от радости. Это был удивительный день, потому что они осознали, Бог повторит то, что Он делал раньше. Его присутствие будет обитать среди Его народа. Но с началом строительства пришли и трудности. В разгар этих трудностей служение Захарии, Заровавилю полностью изменило ход событий. Пожалуйста, оставайтесь с нами, я скоро к вам вернусь. И мы поговорим о служении Заровавиля и Захарии, и о том, что эти персонажи Библии были настоящими представителями поколения Духа. Жизнь будет сложной, трудной, но не сдавайтесь. Есть ли Бог, Который всегда с вами во всех проблемах и ситуациях? В какой бы ситуации вы ни оказались, никогда не сдавайтесь. В 539 году до н.э. вавилонский царь Валтасар велел подать свину в золотых сосудах, вынесенных из Иерусалимского храма. В тот же вечер сирийский царь Кир осушил реку Ефрат и направил свою армию к ничего не подозревающему городу, велев ждать спод стенами в обмелевших водах. Вавилон пал. Так родилась Персидская империя. Очевидно, Кир был изобретательным лидером. Его помнят как справедливого правителя, а Библия даже называет его праведным. Во второй год своего правления Кир поручил Зарававилю восстановить храм в Иерусалиме. Хитрая сторона Кира посчитала, что Иерусалим будет форпостом сирийского контроля на основном пути в Египет. Праведная сторона Кира решила, что сокровища, вывезанные из храма в Вавилон, должны вернуться в Иерусалим. Девять лет спустя Кир умер, и новым царем Персии стал Камбис. Вместо того, чтобы укреплять империю, созданную Киром, новый царь решил распространить свои владения по Африке. Ресурсы, выделенные Зарававилю для храма, были перенаправлены на войну с Египтом. Десять лет спустя восстание по всей Сирии вынудили Камбиса завершить свою кампанию в Египте. Он умер по пути домой. Новый персидский царь Дарий подавил восстание и вернулся к манере правления Кира. В 519 году Дарий повелел, что строительство храма должно возобновиться безо всяких помех, и повелел местным правителям спонсировать эту работу. Храм строился. Внук Дария, Артаксеркс, решил также укрепить и Иерусалим, отправив Неемию восстанавливать стены. Город служил как сирийская крепость почти 200 лет, пока Александр Македонский не завоевал его в 332 году по пути в сожженный им два года спустя в Вавилон. Ваша жизнь изменится, когда вы просто подчинитесь Иисусу. Для нас, христиан, самое главное – Иисус. Все остальное не имеет значения. Сегодня мы говорим о поколении Духа. Мы рассматриваем двух библейских персонажей на букву «З» – Зарававеля и Захарию. Они были представителями поколения Духа и восстановили то, что было утеряно предыдущим поколением. Сегодня я верю, что поколение «З» тоже реализует проект по восстановлению, чтобы увидеть настоящее возрождение и пережить свою личную встречу с живым Богом. Когда Зарававель начал восстанавливать храм, и люди вернулись в Иерусалим, они столкнулись с сильным противостоянием. Все окружавшие Иерусалим правители стали использовать свое положение, чтобы помешать работе. В конце концов, они написали письмо Артаксерксу о том, что евреи бунтуют против Бога, а построив храм, они восстанут против правления царя. В ответ Артаксеркс направил в Иерусалим повеление прекратить работу. Благодаря этому повелению окружавшие Иерусалим правители смогли остановить работу Зарававеля. Работы в храме остановились на 16 лет. Откроем пятую главу Ездры. «Но пророк Агей и пророк Захария, сын Адды, говорили иудеям, которые в Иудее и Иерусалиме, пророческие речи во имя Бога Израилева. Тогда встали Зарававель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Иоседеков, и начали строить дом Божий в Иерусалиме, и с ними пророки Божии, подкреплявшие их». Захария, 4 глава. «Тогда отвечал он и сказал мне так. Это слово Господа к Зарававелю, выражающее «не воинством и не силою, но духом моим», говорит Господь Салаф. «Кто ты, великая гора, перед Зарававелем? Ты равнина. И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем». В этот момент Зарававель поверил, а Захария продолжал пророчествовать. Храм был достроен. Сейчас мы видим представителей поколения Z, которым нужно пережить свою встречу с Духом Святым. Но сопротивление в этом поколении очень велико, мы должны понять, в 21 веке. «Не воинством и не силой, но духом моим, говорит Господь». Сейчас мы немного поговорим о том, что Дух Святой будет делать в этом поколении, и что Он желает сделать в вашей жизни. Во-первых, Дух Святой дает мотивацию. 16 лет еврейский народ не вел никаких работ в храме. Однако, когда пророки стали пророчествовать силой Духа Святого, Бог стал двигаться, и люди обрели мотивацию. Дух Святой зажигает огонь внутри нас, огонь в наших костях. Он мотивирует нас исполнять волю Бога. Во-вторых, Дух Святой помогает разрушить страх. Страх в этом поколении очень силен. Тьма сгущается вокруг нас все сильнее. Однако, Дух Святой дает нам смелость и силу. Из-за повеления остановить постройку над Зерававелем нависла большая угроза. Однако, когда люди начали пророчествовать, Дух Святой стал двигаться. Народ обрел смелость, и Дух устрашения был разрушен. Третье. Дух Святой помогает нам преодолевать трудности. На пути Зерававеля стояла гора, слишком большая, чтобы он мог свергнуть ее в одиночку. Бог сказал ему, не волнуйся ни силой, ни политическими связями, ни деньгами, ни тем, что можешь ты сам, Зерававель. Но моим духом я свергну эту гору сопротивления. Именно так и произошло. Когда люди начали строиться, доверяя Богу, в правительство стали приходить новые письма. Однако, поиски в архивах привели к обнаружению постановления царя Кира о восстановлении храма в Иерусалиме. Этот закон никто был не в силах отменить. Поэтому новый царь повелел отправить все материалы в Иерусалим, чтобы работа была завершена, и никто не должен был ей препятствовать. Это было чудо. Когда Дух Святой двигается, Он помогает нам преодолевать трудности, и все те горы, которые нам противостоят, падают. Бог свергает их и превращает в долину, по которой мы можем спокойно двигаться вперед к своей цели. Четвертое. Дух Святой убирает ограничения. Благодаря Духу Святому мы с вами имеем мгновенную глобальную и даже внеглобальную связь. Мы связаны с небом и связаны друг с другом. Зарававель находился в Иерусалиме. Царь находился в Вавилоне, в царстве Медян-Персов. В этом царстве не было расстояний. Дух Святой двигался через границы, когда не было ни мобильных телефонов, ни службы доставки, и выполнял свою работу. Для движения Духа Святого нет границ. Дух Святой не ограничен моей слабостью или моей силой. Он больше их обеих. В моей слабости Он может действовать сверхъестественно, чтобы совершить свою работу. Зарававелю и Захарии нужно было узнать, что работы Духа Святого было достаточно. Писание говорит, «Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих, могуществом спасающей десницы своей, иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо». Как Зарававель и Захария узнали это в свое время, так и мы должны научить поколение Азетт и помочь им узнать это в их время. Духа Святого достаточно. Ни силой, ни политическими решениями, ни нашими собраниями и голосованием, ни нашими деньгами, ни тем, кого мы знаем и что знаем, и тем, сколько у нас есть. Сейчас нам нужно научиться полагаться на Духа Святого. Перед нами стоит непосильная для человека задача. Бог поручил нам достичь каждого человека на планете Земля для Иисуса Христа. Это невозможно. Горы высоки, сопротивление велико. Однако Дух Святой больше всего этого. Я хочу сказать поколению Зетт, которое слушает эту программу, родителям или бабушкам и дедушкам поколения Зетт. Тот, кто в нас, больше того, кто в этом мире. Победа, которую Бог даст этому поколению, превзойдет все предыдущие победы. Это поколение вернет все то, что забрал враг. Оно построит для Бога святилище, где Он будет обитать и действовать в этом поколении. Он будет действовать могущественно. Они узнают, не воинством и не силой, но Духом Моим, так говорит Господь. Не всегда нужно на все реагировать. Я вижу, что многие люди говорят истину во имя любви, но не всегда говорят эту истину в любви. Я понимаю, что нам тоже нужно действовать. Порой мы ждем разговоров, которые по-настоящему устроены Богом. Вы знаете, что Он вас послал и побуждает вас говорить, но есть кто-то, кто при этом отвечает. Я надеюсь, что вам понравилась эта программа. Мы говорили о том, что поколение Z – это поколение Духа. Я всем сердцем верю, что это поколение увидит движение Духа Святого, какого никто из нас никогда не видел ни в своей жизни, ни в истории христианства. Они нуждаются в этом. Господь поручил всем нам достигнуть каждого человека на земле для Иисуса Христа. Нам нужно принять силу Божию, чтобы делать больше всего того, что мы делали прежде. Это поколение жаждет. Да. Вокруг них царит смятение. Да. Вокруг много посылов. Да. Они сбивают их с пути. Однако во многих из них горит огонь. Они хотят по-настоящему пережить Бога и изменить мир для Иисуса Христа. Хочу спросить вас сейчас. Вы одни из этих людей, которые жаждут настоящей встречи с Духом Святым, чтобы изменить сегодняшний мир для Бога? Или ваши дети или внуки, представители поколения Z, родившиеся после 95-го года, сейчас? Это самое многочисленное поколение за всю историю. Им нужно пробуждение. Возможно, сейчас вы хотите принести их имена перед Богом или прислать нам их имена. Мы будем молиться за ваших внуков и детей или за то, чтобы вы лично по-настоящему пережили силу и мощь Духа Святого. Когда мне было 16 лет, я встретился с Духом Святым. Тогда я только что пришел к Иисусу и получил спасение. Я поехал в молодежный лагерь, и там Дух Святой коснулся моей жизни. С того момента Он был моим спутником на протяжении всей жизни. В самые сложные минуты своих жизней я снова понимал, не воинством и не силой, но Духом Моим, говорит Господь. Он действовал во мне, со мной, и через меня больше, чем я мог себе представить. Он сделает то же самое для вас, если вы встретитесь с Духом Святым сегодня и позволите Ему действовать в вашей жизни. Да, поколение Духа уже грядет. Это поколение Z. Оно принесет в мир огромные перемены и достигнет мира для Иисуса Христа. А спасибо, что были с нами на программе «Мировое влияние». Молюсь, чтобы вы и ваша семья были благословлены. Вы смотрели программу «Мировое влияние» с доктором Билли Уилсоном, президентом Университета Орла Робертса, всемирно известного христианского университета в Талсе, штат Оклахома. Узнайте на нашем сайте, как получить диплом по одной из 65 профильных дисциплин в онлайн-режиме или стационарно. Наш университет гордится тем, что поддерживает движение Духа по всему миру «Эмпауэрт-21». В эти месяцы люди столкнулись с самым большим испытанием в своей жизни. Сейчас мы, как глобальное сообщество, выходим на связь чаще, чем прежде. Мы сотрудничаем друг с другом, чтобы создать пути для будущего. Мы поощряем наших студентов, которые встретили это испытание и не позволили обстоятельствам остановить их на пути. Университет внедрил новые методы обучения и теперь у нас есть онлайн-занятия. Несмотря на эти перемены, наши руководители готовы принять новые условия обучения во время пандемии. Несмотря на неопределенность развития мира, мы убеждены в том, что наш университет выпускает успешных лидеров. Нас не пугают перемена формата преподавания, и наша цель осталась прежней. Если вы ищете новый путь для нового дня, то зайдите на наш сайт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы задаетесь вопросом, ваше предназначение того стоит или нет? Но все дело в том, что вы готовы делать для осуществления вашей мечты. Может, у вас пока еще нет мечты, но правда в том, что у вас есть предназначение, и ваша задача его воплотить. И мы поможем вам в этом. Forbes назвал нас одним из лучших колледжей Америки. US News и World Report одним из лучших университетов с ценностями. Princeton Review лучший на Западе. Huffington Post – один из самых дружелюбных университетов в стране. Студенты из более чем ста стран считают наш университет домом. Но как это связано с предназначением? Выбор колледжа отразится на всей вашей жизни. Мы взращиваем исполненных духом целостных лидеров для всего мира. Начните строить свое будущее с нами. Мы не строим маленьких планов и вам не советуем.